Турнир памяти мастера спорта по шахматам Сергея Кузнецова проводится в муниципалитете уже в пятый раз. В этом году сразиться в самом интеллектуальном виде спорта, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, съехались не только местные шахматисты, но и игроки из других населенных пунктов Подмосковья. Сегодня мы практически только с одного пушкинского района пригласили. И естественно, ребята играют сегодня и в масках, помыли перед игрой руки, естественно. Мы играем быстрые шахматы или рапид. То есть у каждого из соперников по 10 минут, плюс каждый ход у них добавляется 5 секунд. Поэтому партии заканчиваются достаточно быстро. За один день мы сыграем целые турниры из 7 туров. Среди участников были шахматисты самых разных возрастов. Самому маленькому 6. Самому взрослому Халиту Дадаеву 79. Из них 60 лет он играет шахматы. Азарт такой, ну как спорт. Даже не знаю. Очень приятно, когда играешь, выигрываешь, получаешь какие-то радости. Многие участники турнира уже довольно опытные шахматисты. Все настроены на победу, но и к проигрышу относятся не как к поражению, а как к полезному опыту. Проигрыш как воспринимается? Как то, из чего следует извлечь урок. Это всегда так было? Или это вот с опытом всегда? С опытом, да. В возрасте лет, скажем так, 8-9 принимать не хотелось. Но потом пришлось осознавать, что это тоже часть карьеры. Я если проиграю, то проиграю, проиграю. Это же просто турнир он будет еще много раз. Помимо массы положительных эмоций от игры, каждый участник турнира забрал с собой памятный приз, а победители – дипломы и кубки. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.